Я предлагаю, чтобы вместе с вами мы прочитали один стих из Нагорной проповеди нашего Господа Иисуса Христа. Это Евангелие Матфея, 5 глава, 4 стих. Матфея 5, 4. «Блаженные плачущие, ибо они утешатся». И сегодня я бы хотел говорить с вами на тему плача, на тему слез, какую роль играют они в нашей жизни, что они представляют собой в очах нашего Господа. Но вначале я хотел бы сделать краткий обзор на те заповеди блаженства, которые здесь наш Господь перечисляет. Знаете, в последнее время я начал замечать в них определенного рода такую лестницу духовного роста. И действительно, если мы посмотрим, как Христос излагает их, то первое блаженство, как Он говорит, когда человек понимает, что он нищий духом. Я думаю, действительно, с этого все начинается. Когда человек ощущает, что он нуждается в Боге, что он духовно просто нищий, тогда он становится в определенном смысле человеком счастливым, только потому, что он уже осознал эту нужду. И Христос говорит, ибо их есть Царство Небесное, они уже на пути. И вот дальше, второй шаг, здесь как раз и говорит Господь о том, что блаженны плачущие. Когда человек осознал свою нищету духовную, что он должен сделать дальше? Он должен сокрушиться, он должен сокрушиться о своих грехах, о своей жизни вдали от Бога, о том, что он оторван. И вот написано, Господь говорит, блаженство их в том, что когда человек плачет вот по этому поводу, о своей духовной нищете, плачет пред Господом, тогда Господь говорит, что такие они утешатся. Ну и в дальнейшем можно рассматривать, что такой человек, он смиряется дальше под волю Божью, под крепкую руку его, он становится вот кротким и наследует землю, то есть наследует, Бог дает ему новое сердце, новую жизнь. И дальше мы видим, что человек, появляется желание, жажда правды, он алчит и жаждет правды, Господь его насыщает, учит его быть милостивым, чистым сердцем, миротворцем. И дальше уже, наверное, это ступени духовного роста, когда Господь через какое-то время, через период духовного воспитания, возрастания в Христе, человек становится способным быть изнанным за правду, он укореняется в Господе, он не подвергается соблазнам отречься или променять на что-то. Действительно, когда его поносят, гонят, злословят за имя Христова, то он радуется и веселится в этих обстоятельствах. И вот теперь я хочу подробнее остановиться на этом блаженстве, когда Господь говорит, блаженны плачущие. И вообще, плач и слезы, когда мы просматриваем Писание, то в глазах Господа они имеют большое значение. И интересно подмечено было то, что человек – это единственное существо на земле, которое плачет от избытка эмоций. Мы не найдем животных, которые бы плакали, потому что внутри них есть какие-то эмоции. Когда какому-то животному причинается физическая боль, да, он плачет от физической боли, но вот от каких-то эмоциональных причин гнева или же зависти или любви мы не найдем, чтобы в животном мире было такое явление. Только человек имеет такую характеристику. Интересно то, что Чарльз Дарвин, основоположник теории эволюции, пытался как-то вот объяснить этот феномен, почему человек плачет, и он сказал так, что слезы – это бесполезная функция организма. Он не смог никак ее вписать в эту теорию эволюции, и он сказал – это бесполезная функция. Но что говорит Писание? Бесполезны слезы или нет? Мы говорим, мы читаем о том, что нет. Несколько мест Писания, 55-й Псалом, 9-й стих, автор говорит – «У тебя исчислены мои скитания». Обращается к Господу и говорит – «Положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей?» И мы видим то, что авторы этого Псалма понимают, что Господь ведет учет каждой слезе. И они отмечаются у Него. Когда какой-то человек плачет на этой земле, Господь не обходит вниманием. И все эти моменты не слагаются у Господа. Другое место – Псалом, 38-й, 13-й стих. «Не будь безмолвен к слезам моим», так говорит автор этого Псалма. Знаете, можно молиться Господу словами, а можно изливать перед Ним свою нужду. Когда в сердце своем мы сокрушаемся, и из глаз наших текут слезы, и Господь видит такого рода молитву. И вот автор этого Псалма говорит – «Не будь безмолвен к слезам моим». И действительно, когда человек плачет, то мы понимаем, что вряд ли он будет лукавить. Хотя есть, конечно, случаи, когда человек вот на показ как-то плачет. И чуть ниже я скажу, до чего дошли даже в наши дни. Но чаще всего человек, который плачет, который сокрушается, он искренен. И все, что он говорит в таком состоянии, то он изливает свое сердце в таком состоянии. Интересно то, что Господь вот так устроил наш механизм, что человек способен плакать, даже вот когда он живет в таких суровых условиях, до минус 70 градусов, мы знаем то, что самая минимальная температура на земле – это в Антарктиде, по-моему, минус 68 градусов, которая зафиксирована. Слезы имеют такой состав, они не пресные, они соленые. И вот такого состава, то что даже в тех суровых районах человек способен плакать. Интересно так Господь устроил. И даже те люди, которые не знают Бога, и вот они исследовали это явление, больше, может быть, в последнее время, они отмечают одну особенность. Человек после того, когда он выплачется, когда он плачет, ему становится легче. Ему становится легче. Это явление можно объяснять и с медицинской точки зрения, когда выделяются там определенные гормоны и так далее, и так далее. Но Господь тоже отмечает этот момент. Интересно то, что в старину была такая даже поговорка – остав человека, он поплачет и успокоится. И раньше матери даже учили своих дочерей плакать. Они учили вот этому, можно сказать, искусству такому. И мы встречаем в Писании чаще всего, когда кого-то хоронили, приходили плакальщицы, и они плакали. Знаете, я раньше думал, что это специальная профессия была. И просто платили деньги и приходили. Да, отчасти это было так, но отчасти это было то, что собирались люди, которые знали, и которые просто выполняли эту функцию. Все сокрушались. Но вот они выражали это именно через плач. И это было где-то даже выражение состояния их сердца. Они были научены этому с детства. Но что сегодня? Сегодня мы видим ситуацию, когда плакать немодно, когда слезы, они считаются каким-то явлением ущербным, постыдным. И не принято на людях показывать то, что ты чем-то наполнен какими-то переживаниями. Интересно то, что я узнал для себя во Франции, в других городах, в некоторых западных стран продаются специальные платки, которые пропитаны вот таким составом, чтобы вызывать действия этих желез. И когда человек идет на похороны, например, он берет этот платок, и железы вызывают эти слезы. И если потом нужно получить наследство, то эти родственники, они соревнуются, тоже больше будет плакать. А страховые агенты смотрят, кому же большую часть отдать наследству. И вот сегодня так прагматически современный человек подходит к этому явлению. Если есть в этом выгода, он будет плакать. Но если действительно нужно проявить какое-то сострадание к окружающим людям, то вряд ли сегодня возможно выдавить из кого-то слезы. И действительно, сегодня плакать это не модно. Однажды, когда служителя избирали дьякона на пастырское служение, он заплакал. Он заплакал, и гости, и американцы, которые были на этом служении, они удивились. И они даже начали так улыбаться, что происходит. На самом деле, причина была в том, что этот брат, он понимал пред Богом всю ответственность того служения, которое он берет на себя. И он просто в сердце своем сокрушался, любя Господа о том, что это будет за цена и что это будет стоить. И вот он выражал свои чувства в этом. Автор одной из книг, которая посвящена проповеди, он писал так. «Я постоянно ловлю себя на том, что нам, проповедникам еще прошлого XX века, не мешало бы заново научиться плакать. Однако, то ли слезы наши высохли, то ли слезные протоки засорились. Похоже, что все вокруг словно говорилось, чтобы не дать нам заплакать о заблудших грешниках, заполнивших широкий путь ведущей к гибели». И знаете, действительно, мы видим, когда смотрим в Писание, многих мужей Божьих, служителей в Ветхом Завете, в Новом Завете, которые сокрушались об окружающих людях. Я ловлю себя на мысли, когда последний раз я так молился о тех окружающих людях, которые мы евангелизируем, о своих родственниках. Когда я последний раз молился о них, вот с воплем, со слезами, с плачем, я не могу вспомнить этого. Я помню, когда я решал вопрос спутницы жизни, я молился со слезами об этом. Когда какое-то горе приходило, дети болели, да, я молился. Но вот так, чтобы молиться об окружающем мире, действительно, я замечаю по себе, я замечаю по другим, по церкви, и действительно, этого стало меньше. Когда мы смотрим на нашего Господа Иисуса Христа, по крайней мере, три случая описано, когда он вот так молился. Это у гроба Лазаря, это в Гепсиманском саду перед его страданиями. И третий случай, когда он смотрел на город Иерусалим и плакал о его жителях. И если мы вспомним апостола Павла, то его писания просто пронизаны вот такими просьбами, молитвами, когда он говорит, я сколько раз писал, он умолял даже со слезами, говорил, вот как церкви поступают, как должно быть. И мы видим, что в жизни Павла это было. Если возьмем более современных служителей, то можно прочитать про Вайтфилда, Муди, других, вот которые можно достать книги, их биографии, почитать. Действительно, вот они подходили от всего сердца, и настолько они сокрушались. О тех людях, которым они проповедуют, что даже выражали это через вот такие молитвы и проповеди. И слезы, на самом деле, они имеют высокую цену в очах нашего Господа. И знаете, когда я вспоминаю свое обращение к Богу, я знаю, по крайней мере, одного человека, который очень много слез пролил. Это моя бабушка, которая была верующая. И я знаю точно то, что она много плакала. И плакала не только за меня, она плакала и за детей своих, которые, некоторые из которых еще не обратились. Но, по крайней мере, об одном ее слезы, они не были напрасны. Я думаю, когда каждый брат или сестра вот так молится к Господу, то Господь по-особому будет смотреть на нашу молитву. Это не значит, что сегодня нужно прийти домой и выдавить из себя вечером, да, эти слезы, потому что это невозможно как-то вот в себе произвести. Я думаю, нужно просто размышлять над Словом Божьим, смотреть на нашего Господа, смотреть на то, вот как Он относился и относится к этому миру. И Господь будет наполнять нас вот таким же духом, такими же переживаниями, чувствованиями Христовыми, чтобы мы могли вот в такой же степени любить окружающих у нас людей. И вот то место, которое мы прочитали, «Блаженные плачущие», он говорит этот стих о том, что человек, он плачет о своих грехах. Он сокрушается о своих грехах, понимает, что перед Богом он грешник. И это можно назвать печаль ради Бога. И эта печаль, она ведет грешника к покаянию. Мы знаем 2 Коринфянам, 7 глава, 10 стих, Павел говорит об этом. И что делает Господь? Он дает прекрасное обетование, что такой человек, он будет утешен. И действительно, Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. И есть разный плач, есть плач, на который Господь, он не будет отвечать. Это когда человек вот ради какой-то выгоды, корости, он производит свои слезы, либо же он чего-то хочет добиться. Но есть в Библии несколько моментов, которые описываются. Первый момент – это скорбь, можно так сказать, по любви к своим ближним. Когда человек сознает то, что он должен иметь в себе эту любовь, но ее нету в нем. Как пример приведу одно место Писания, 1 Иоанна 4 глава, 7-8 стихи. «Всякий любящий рожден от Бога, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». И вот в нас должна быть такая любовь к окружающим нас людям. И когда мы над этим молитвенно размышляем, то я думаю, в сердце появляется сокрушение. Почему во мне так мало этой любви? Почему сегодня мир, который просто катится в погибель, и я так спокойно на это смотрю? Это действительно большой вопрос. Может быть, мы привыкли просто к этому. Мы привыкли, и какая-то степень равнодушия у нас начала появляться. И один из президентов Соединенных Штатов Америки, Линкольн, он так выражался. «Мне жаль человека, который ничего не чувствует, когда розга сечет его ближнего». И сегодня, может быть, мы привыкли уже смотреть, когда вокруг много страдания. И каждый день об этом передается, и наше сердце к этому привыкает. Может быть, мы не молимся уже о тех, о ком мы узнали, даже в церкви. У кого-то проблема, у кого-то переживание большое. Кто-то помолился, кто-то не помолился. И нам очень важно сегодня просить у Господа больше любви к окружающим нас людям. Скорбь о возрождении душ, так можно сказать. И место описания хочу прочитать. Псалом 125, 5 стих. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Сеять можно по-разному. Когда мы благовествуем людям, можно делать это поверхностно, можно делать это просто как какое-то назначенное занятие, мероприятие. А можно подходить к этому очень глубоко, серьезно, и размышлять об этом, молиться, пока Господь не наполнит нас действительно сокрушением, чтобы мы все, действительно, с большим желанием, со слезами, по крайней мере, чтобы сердце наше сокрушалось об этом, и вот совершали этот труд. И тогда написано, будем пожинать с радостью. Один служитель, Джон Нокс, скорбя о своих соотечественниках в Шотландии, он молился так, «Боже, дай мне Шотландию, а если не так, то я умираю». Вот такая была у него молитва. Настолько вот он переживал за свой народ. И знаете, через какое-то время Господь действительно послал большое пробуждение в его народе, и очень много людей покаялось. И, конечно, можно много говорить на эту тему, но хочу закончить тем местом Писания в книге Откровения, когда Господь обещает нам, что настанет время, и сам Бог, Он отрет всякую слезу сочей каждого человека в Царстве Своем. И настанет время, когда не будет уже ни плача, ни болезни, ни смерти не будет. Но пока мы находимся в этом мире, то вокруг нас очень много нужды, духовной нужды и людей, которые нуждаются, чтобы действительно видеть в Церкви, что Церковь любит их, что Церковь молится за них не просто потому, что так надо, потому что Господь так желает, но потому что любовь Христова наполняет нас. Поэтому давайте в наших молитвах будем просить Господа, чтобы нам бодрствовать в последнее время, чтобы нам иметь любовь к Христову и действительно вот сеять со слезами, трудиться для Господа, понимая, что Господь любит этот мир. Слава Ему за все. Аминь.